Я работаю, да, я прихожу. Кофта, штаны, сверху, халат теплый. Марина у нас сидит целый день дома. Целый день. Вот попробуйте посидеть вот так вот. Закутавшись в многочисленные кофты, надев шерстяные носки, только так можно не замерзнуть в собственной квартире, рассказывают жители дома в переулке Южном-2. Термометры выше 16 градусов в комнатах не поднимаются. Собственники постоянно вызывают управляйку, которая фиксирует нарушение температурного режима. Но помочь специалисты УКА ничем не могут. Все необходимые процедуры к зиме выполнили. Значит, причина не во внутридомовых сетях. Как котельные объясняют, они поддерживают такую температуру для того, чтобы, по крайней мере, обогрев шел на территории всех потребителей. Сегодня могут нам много квартирных дома дать. Но так же он в Астрахановке, это Ирочихинский переулок, улица Полевая. Все потребители, они просто замерзнут. У них не будет вообще теплоносителя. Повышенные расходы теплоносителя котельной Астрахановки и так несет. Расход увеличился после подключения к ней домов района спиртзавода. Но причина даже не в этом, а в незаконном подключении потребителей, которые врезают насосы в систему. Зависимость комнатной температуры от работы насосов специалисты доказали еще в прошлом году. В районе отключали электроэнергию, соответственно и насосы, установленные в частных домах, не работали. Температура в квартирах поднималась за считанные часы. Жители стоят на своем. Никакой зависимости не видят и винят терморобота, установленного в котельной. Жители говорят, вот у вас из тубы не идет дым. Специфика работы котельной терморобот, он нагоняет температуру. То есть котел останавливается и он поддерживает эту заданную температуру. Награда снизилась, соответственно он автоматически включается и начинает пить. Решение проблемы коммунальщики и власти видят в отключении всех незаконно подключенных насосов. Этим вскоре займется АКС вместе с единой теплоснабжающей организацией. Долгосрочные планы, реконструкция, а местами и полная замена теплосетей в районе, чтобы потребители больше не смогли самовольно врезать свое оборудование. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов, программа «Город».